В смысле, не видишь, как параграфы открывающиеся. А так они все свернутые. Я вижу их только заголовки на странице. Очень удобно. А также поля с текстом под страницей, под основным, если это надо. Или там какая-то схема в подвале, как у нас здесь. В данном конкретном случае у нас в подвале на всех страницах, вот это место низ сайта, называется подвал. И у нас здесь единая схема для всех страниц. Вот мы ее используем. Она как бы универсальна и помогает быстро тоже найти товар. А также ознакомиться, что же это такое. Это вот каждая из групп, вернее, направлений. Инструкции. Пациентам. Да. Типовое все такое. Контакты на блоках. Как на блоках, понятно. Доставка. Ромашка, понятно. Второй уровень меню. Второй уровень. Видео. Новости. Файлы. Примеры. Вопросы. Отзывы. Обучение для врачей. Все. Это вот общая концепция. И структура сайта. Это по сути структура сайта. Все основные разделы. В продукции. Понятно, продукция. Бренды. Это производители. А компания производитель. Документы. Все документы основные. В формате PDF. Там, не знаю. Лицензия. Регистрационное удостоверение. Протоколы испытаний. И так далее. Поскольку брендов много, то много документов. Инструкции. Это инструкции по всем продуктам. Как применять. Чего как. Там тоже мы сейчас рассортируем. Да, да. Она ее можно сортировать. Поэтому все здорово. Пациентам. Ну что-то будет типовая страница. Непонятно вообще пока. Все короче. Да, все понятно. Акции. Акции. Ромашка. Ну это о компании. Сейчас мы главное пока подключим туда страницу. А в дальнейшем будет какой-то растел другой. Поэтому мы пока его консервируем. Видео. Типовая страница там с видео. Все понятно. И все остальные тоже в принципе типовые страницы. Для врачей мы сделали ленту. По итогу. Поэтому все у вас соблюдается. Теперь по функционалу. Типовые страницы. Содержат 7 галерей и 18 параграфов. Видео презентации. Акции. Популярные продукты. Презентации. PDF. Презентации. Продукции. Для просмотра на сайте. Так все и есть. Все PDF работают. Загрузка презентации. Слайд. Share. Не. Мы решили от этого избавиться. В общем избавиться. Это все сделано. Интуитивные подсказки. Средств гигиена на странице. Ну да. Это реализовано. Потому что есть подсказка. Что с этим товаром также выбирают. Например. Не знаю. Это все тоже настроится в дальнейшем. Ну вот. Ополаскиватель наш пресловутый. На котором мы тренируемся. С этим товаром также покупают. Вот этот. Подсказка есть. Потом у нас есть подсказки какие. Вот товар месяца. Баннеры рекламные. Вот по продукции. Да. Тоже группы продуктов. Подсказки. Вот такие выбиралки. Подсказки. Можно там по объему. Количество упаковки. Области применения. Здесь все пока не настроено. И путь ведения тоже. Мы их по империи назовем как-то. Скидки. Вот это тоже подсказки какие-то наводящие. Ну и конечно же. Сама схема. Она является тоже целым блоком подсказок. И специально придумана для продвижения продукции. В общем. Для информирования качественного. И помощи в выборе. Все это есть. Внутренние ссылки. Расставить между страницами. Какой-то генератор ссылок. Выключен к словам. Чтобы он подсвечивал словосочетание. А не слова. Есть ошибки с модулем. У нас есть словарь. Тоже очень интересная разработка. Я потом о ней расскажу. Варианты использования. Внизу на всех страницах раздела. Аналогичный случай по группам. Распределить на блок. На Леопласте. Вести атрибут сортировки. Все понятно. Значит. Витрина продуктов. Как на Леопласте. Товары описания. Категории. Производства. По типу. Средства. Щетки. Ёршики. Гелия. Рема. Отбеливания. Пластичи. Это вообще все реализовано. Прекрасная витрина. У нас все видно. Видео так же как на Леопласте. Контакты. Страницы как на блоках. Ну это сайт. Российские костные блоки. Что это за блоки? Есть типовые модули. Которые на самом деле не имеет смысла допиливать. Они прекрасно выглядят и так. И вот. Более чем. Все видно. Что-то надо. Хотите напишите здесь. Фотолента. С трансляцией в инстаграм. Все обновления. Ну это вот как-то мы пока будем думать. Но это пока еще не выполнено тоже. Это уже вторая часть базовой работы. Функционал для врача какой-то придуман. В принципе все придумано. Статьи для пациентов. Как на Леопласте и блоках. Ну это все да. Сделано. Новости ассортимента. Новые продукты в ленте. Да. У нас нашли как в акциях выкладывать их. Акции есть у нас. Все сделанные примеры использования. Есть инструкции по применению. Вопросы и ответы. Это все есть. Отзывы. Аккаунт пациентов. Которые покупают через сайт. Вот еще да. Тоже отдельная тема. Сейчас мы вычленим и будем добивать функционал. И параллельно оформление продуктов. И смотреть все страницы насквозь. И редактировать контент. Форма заказов как на блок. С сохранением истории заказа. Заполняем аккаунтов. Формация. Начисление баллов. Покупка со скидкой. Или гарантированные подарки. Программа лояльности для пациентов отдельная. Дизайн сайта. Ромашка в дизайне. Значит. Ну функционал у нас достаточно большой и сложный. Тут вон аккаунты пациентов. Аккаунты врачей. То есть есть роли у аккаунтов. Большое количество продуктов. Все сортируется по группам и так далее. Конечно такие сайты можно делать, когда уже есть опыт. И хорошо знаешь, что ты хотел бы получить. Зайдем. Все это удалим. И протестировать тоже надо, что все работает. Все работает. Будем отрабатывать чуть позже. Мы сейчас проверяем техническое задание до конца. Дизайн сайта. Дизайн сайта ромашки в дизайне и фонах. Крупные картинки. Бордюры. Вот какие-то бордюры. Фоны ромашковые. Все это в принципе есть. И на главной, и на второстепенной страницах. Хорошо реализованы. Легкий дизайн. Цвета приятные. Да, на самом деле и иконки, и подсвечивание иконок. Дизайны в ромашке понятно. Поле фона в страницах разделов разные. Надо дать картинки для фонов. Страницы, если они вообще нужны, фоны никакие не нужны. Страницы описания группы продуктов, страницы брендов посочнее. Но это не надо тоже, это мы все контентом вытянем. То, что нельзя вытянуть дизайном, или как-то у вас какая-то сумасшедшая идея, чтобы не прибивать ее окончательно к дизайну. Потому что потом вы ничего не вернете. Надо будет дополнительно оплачивать за дизайн сайта. Лучше это попробовать сначала реализовать в контенте. Если это покажется успешным, то как-то уже в дальнейшем тиражировать. А так это не имеет смысла просто делать. Тоже очень важное дело. Все продукты на одной картинке, как будто на витрине. Магазин за стеклом. Варианты исполнения. Плоскость. Отделы как в супермаркете. Все продукты в форме ромашковых листов по брендам. Это абсолютно бешеный креатив. Когда я писал техническое задание. Что из этого реализовано? В принципе на одной странице у нас уложились все продукты. Потому что достаточно простое меню. Можно легко найти глазами то, что тебе нужно. Если ты знаешь товар, то он бросается в глаза. Новые продукты подсвечивания. Все это у нас есть. Все продукты на одной картине, как будто на витрине. В принципе, да. Эти ромашки в лепестке нам не нужны. Перелистывание продуктов, как стрелки чистов, только лепестки ромашек. Это все, короче, уже скачется в топку. Значит, по тех заданиям мы прошлись. Структура продукции. Столько-то щеток. 5, 10, 7, 5, 2 и так далее. Это у вас будут услуги и группа услуг. Вот почему это важно для создания стимфорической клиники. Ну, будет не столько групп больших. Вот, как бы, за основу надо брать структуру услуг. Вот эту структуру. И по группам распределять все услуги. И понимать, сколько у вас, где будет каких услуг. Их должно быть идеально. Ну, от 3 до 7 максимум, конечно. Если вам столько надо выкладывать... Продолжение следует...